есть три типа достойных отношений если отношения равны должны быть достойны дружба супружеские отношения тоже равны два типа равных отношений когда они унижены это не развитые отношения мы унижаемся друг передумать это не дружба равное означает правду говорит лицо уметь уметь супружеских отношениях правда говорить тяжелее гораздо поэтому сначала ее не надо говорить дружеских легче но тоже тяжело развиты дружеские отношения когда друзья могут правду друг другу говорить лицо развиты супружеские отношения когда тоже могут правду друг друг говорить но правду говорить всегда нужно очень до по-доброму правда это самая полезная штука вытерпеть правду тяжелее всего. Поэтому очень по-доброму надо говорить правду, если ты хочешь, чтобы человек понял. Не ранить его правдой. Правда — это самая сильная штука, которую можно убить. Ранить. Мы всегда правдой раним друг друга. По-доброму учиться означает отношения. Правное отношение. Ты имеешь право сказать всё, я имею право сказать. Это отношения. В основном люди не имеют таких прав. Они боятся говорить правду. Потому что нет отношений глубоких. Ну, надо к этому стремиться. Второй тип отношений глубоких — это когда есть старший, есть младший. Это очень сложная тема. Большинство людей вообще не признают, что есть старшие. Современная культура бунтует против старшинства во всех отношениях. Она не принимает, не признает старших. Например, сейчас вводят во многих странах законы, где учителя для учеников не являются старшими. Ну, то есть, ученики имеют право возражать, сжаловаться на своих учителей, там, наказывать их, милицию на них подавать, там, что хочешь. Ну, то есть, и учителя поэтому там и так, и сяк, как бы. Ну, то есть, они ведут себя как равные с детьми, потому что позиция старшего — это позиция разумной жизни. Говорить правду друг другу — это разумное существование. Разум очень трудно в отношениях включать, потому что судьба сильно действует. Сказал правду, потом скандал. Почему скандал? Не выдерживает человек правду. Почему не выдерживает? Потому что слабый, или потому что ты не с любовью сказал. То есть, понимаете, да? Точно так же в отношениях младшей, старшей многие люди говорят, мой ребенок меня не слушается. Так поймите, чтобы он слушался, у вас должны быть развиты отношения. Это очень сложно. Вот как ребенок начинает слушаться? Сначала старший ведет себя как старший, очень по-доброму, не навязывается ребенку, дает ему свободу выбора. Ребенок успокаивается, чувствует, что его не насилуют. И когда он успокаивается, принимает родителей, он же все равно глупый. Он спрашивает, «Мама, а вот это почему?» И вы ему объясняете очень по-доброму. Я разок фильм смотрел, был ребенком, такой фильм, и там Ролан Быков пел, как бы он с мальчиком, ехал там на теплоходе и пел ему «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться, на красоты вечные его». И я как бы в Тольятти живу, там водохранилище, большое как море, почти не видно берега. Я побежал сразу туда и смотрел, начал смотреть на море. Как это глядеть, не наглядеться на красоты вечные его? Я почувствовал это успокойствие воды, вот эту вечность ее, почувствовал, что я не могу наглядеться. понял, о чем речь, пошел домой. Только с любовью, только спокойно, можно что-то передать ребенку. Если ты хочешь ему в разум что-то дать, только спокойно, только по-доброму, когда он сам хочет тебя слушать. А если ты хочешь его держать в рамках, хорошо, нет проблем, скажи ему строго, он будет делать так, но ничего не поймет. Если ты хочешь, чтобы он не бежал куда, хорошо, скажи строго, схвати его, накажи, все нормально. Но если ты хочешь его сделать разумным человеком, то нужно постепенно культивировать отношения, в которых два человека чувствуют себя достойно. Один маленький чувствует себя достойно, что он младший. Младший может быть достойным? Может быть. А другой старший чувствует себя достойно. Но как эти отношения строятся? Старший не бог по отношению к ребенку. Он уважает ребенка, но если ребенок не уважает старшего, он дистанцируется. Он не строит дальше с ним отношения. Старший может быть как скала очень твердым, может не общаться. И тогда младший начинает понимать свою ошибку только в этом случае. Ну то есть наказание означает вот это милость перестает течь. Я как бы не даю тебе знания уже. Самое ценное в старшем это знание. Когда родители по-доброму объясняют то, что ребенку нужно, то, что актуально для него. Обычно родители втуляют ему то, что они сами хотят, чтобы он делал. Хорошо, но это разум не развивает. Вот если ребенок что-то спросил и вы по-доброму ему объясняете, вот тогда у него развивается разум и у вас эти отношения, сильное отношение любви старший и младший начинают развиваться. Он вас начинает уважать как лично всю жизнь. Почему? Потому что его уважают как личность. Мы же не знаем, кем он был в прошлой жизни. Маленький ребенок два года. Три с половиной года назад он был глубоким старцем, мудрым. Теперь он оставил ту жизнь, теперь пришел в это, уже ничего не знает. вроде бы. На самом деле вся эта мудрость там где-то заложена глубоко. Если родители не признают, что их дети мудрые, они потом всю жизнь глупыми считают. И дети тоже начинают, если верить родителям, тоже себя глупыми считают. Мудрость в человеке раскрывается в любом человеке, потому что у нас ее очень много, этой мудрости. Мы же много живем вечные, мы никогда не умираем. Тело умирает, душа и даже психика человек не умирает. Думаете, это для меня теория, то, что я вам сейчас говорю? Нет? Если я вижу вашу характер, говорю вам вот так вот, все сразу, да? Разве думаете, что я не вижу, когда человек оставляет тело, я вижу это тонкое тело так же, оно живое остается. Человек через какое-то время, выйдя из тела, начинает себя понимать, это видел своими глазами, видел, как выходит мой знакомый, друг один оставил тело и видел, как он вышел из тела и себя начал понимать, пытался два раза назад вернуться, ничего не получилось. Осознал себя снаружи, это реально. Значит, что душа живая, то есть она никуда не девается. Вчера ко мне подошла одна женщина, говорит, Олег Геннадьевич, у меня родственник покончил жизнь самоубийством и уже больше года ко мне приходит мучает меня, потому что ему нужны силы, нужна молитва, чтобы помочь этому человеку. Он будет мучен, потому что у него нет сил дальше двигаться по жизни. Когда человек заканчивает жизнь самоубийством, он не может уже в следующую жизнь идти. Мы не можем себя решать в жизни. Если он себя решил в насильстве на жизни, он будет рядом со своим телом находиться, сколько еще положено, но уже не сможет ни с кем общаться, его никто не будет видеть. Но он при этом будет рядом все время. Он во снахту, во сне, когда человек засыпает и просыпается, он контактирует с тонким миром тогда в этот момент. И тогда он может только в этот момент пробуждения достучаться до близких. Караулить, караулить все время. И раз, когда тот пробуждается, раз, может ему что-то сказать на секунду. А тот пугается этого, думает, что такое, он же умер, почему он ко мне приходит. Пугается, потому что не знает, что никто не умирает. Я разок лекции читал в Иваново, и нас поселили в квартиру, в трехкомнатную квартиру, в которой только что ушла из жизни мама. Квартира осталась пустая, решили сдавать. Ничего еще не убрали, вещи ее, все оставалось в квартире. Мы там начали жить, я чувствую, что мы там не одни живем. Я начал интересоваться сразу, что такое, что тут такое. И они говорят, да, у нас мама ушла из жизни тут недавно. Я сплю, лежу, сплю, и ночью просыпаюсь, и прямо вот как идет пробуждение, вижу, что пожилая женщина прямо проходит мимо меня в тонком психическом теле. То есть я вижу ее полностью в очертании, все, даже одежды вижу. Она, видите, одежды даже сохраняется, отпечаток одежды на тонком теле психическом. Я испугался, конечно, начал так хлопать, она раз через стену пробежала, убежала, тоже испугалась. Начал фотографии ее смотреть, там нашел, смотрю, вот она точно, этот человек, которого я видел. Никто не умирает, все живые, все нормально. Но если вы говорите, Олег Геннадьевич, у меня родственник умер, вы мне говорите, умер, тогда вы никогда не выйдете из стресса. Потому что если вы считаете, что он был и его нет, а с ним осталась связь, которую вы чувствуете, это противоречие человек разрешить никогда не сможет в жизни. Ему надо просто признать, что он жив, иначе стресс будет очень тяжелый. И камень, который давит на ваше сердце, вы не хотите за него молиться или не знаете, что надо это делать, тоже будет тяжело очень. Один человек уходит в жизни, с остальными все ломаются. Почему? Потому что они ему, когда молитву не отдают свою, в результате тяжести его судьбы, ему нужна энергия, он забирает просто ее сам из нашей жизни, и камень у меня в сердце остается уже в моей жизни. Получается, я больной, стану несчастным. Так людей косит по очереди одного за другим. Ушел близкий человек из жизни, надо часик в денег, обязательно, месяца два-три, просто молитва, чтобы ему стало легче, и тебе станет легче. Все, выполнился перед ним свой долг, он стал счастливым, у тебя в сердце легкость, ты благословлен Богом стал. Что за тебя тоже потом будут молиться, когда ты уйдешь в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok